Праздничные линейки проходят по всему Щелковскому району. В 34 общеобразовательных учреждениях звенит последний звонок. Более 3000 выпускников, из которых 882 11-классники со школьной скамьи отправляются во взрослую жизнь. Вот так, надев праздничные выпускные ленты, ученики 2, 9 и 11 классов, Щелковская средняя школа номер 1, 55 мальчишек и девчонок выстраиваются на праздничной линейке. Сегодня с ними самые близкие и родные, родители и, конечно, учителя, которые вложили в каждого из ребят знания и опыт. Поздравляют виновников торжества почетные гости. Глава района Алексей Валов называет Щелковскую среднюю школу номер 1 своей подшефной и уже по традиции приезжает в этот день на линейку. Я уверен в том, что здесь сформировался тот педагогический коллектив, который, конечно же, дал вам все необходимые стержневые начала. Духовность, добро, любовь, ну и, конечно же, знания. И сделал все возможное, чтобы вы здесь в том числе получили воспитание настоящего человека. Я благодарен родителям за то, что во взаимодействии с педагогами вы делали все возможное, чтобы школа была для вас, для всех родным домом. Чтобы вы приходили к педагогам для того, чтобы обсудить не недостатки своих детей, а их возможности, как они себя видят в будущем. И это, я уверен, вам удалось. А ведь, кажется, только вчера они впервые сели за парты, открыли тетради и книжки. Но школьные годы промчались как будто в миг. Не зря школу называют вторым домом. Здесь ребята изучали не только предметы. Они развивались творчески и раскрывали из года в год новые грани своих талантов. Сейчас что-то новое ждет впереди. Неизвестное такое. Очень сильное волнение, грусть и просто, так скажем, мурашки по коже из-за того, что проучился здесь с 1 по 11 класс и выпускаешься. Для ребят этот праздник и радостный, и в то же время немного грустный. Ведь больше не будет уроков и контрольных записей в дневниках и перемен. А впереди немало задач. Совсем скоро – экзамены, поступление в вузы, освоение профессии. Для кого-то из ребят этот звонок означает лишь конец учебного года, а для кого-то – начало нового жизненного пути. Смело смотрят будущее ученики Щелковской школы номер 3. В этом году из нее выпускается более 30 ребят. Большинство из них уже определились выбором будущей профессии и высшего учебного заведения. Я планирую поступать на инженера, и поэтому сдаю математику, физику, ну и русский. Чувства разные. Одновременно и радость, и грусть. Грусть, потому что все, этот этап жизни закончился. Больше так не буду сидеть с одноклассниками за партой учиться. А радостный, потому что это начало новой жизни. Я хочу поступить в высшую школу экономики на специальность психолога. Мне нравится общаться с людьми, нравится помогать людям. Удачи на жизненном пути выпускникам пожелала председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева. В эти годы вы изучали предметы. Вы учились дружить, вы учились любить, вы учились уважать, вы учились работать, вы учились достигать, вы учились брать те препятствия и вершины, которые ставила перед вами жизнь. В школу приходят маленькие, беззащитные первоклассники. А сегодня мы провожаем обаятельных, талантливых, целеустремленных выпускников. Что хочется в этом году им пожелать? Конечно, закончилась ступенечка, такая важная ступенечка в их жизни. Чтобы они все уроки, которые извлекли они в школе, не только уроки по предметам, но и уроки в жизни. Уроки справедливости, добра, честности, воспитания силы, воли, характера, чтобы они обязательно применили их потом в своей дальнейшей жизни. Выпускники от всей души поблагодарили преподавателей за их труд, подаренные знания, поддержку и заботу. Под звонок последней школьной мы хотим вам пожелать долголетия, здоровья, сил, чтобы всюду успевать. Первый учитель, он как первая любовь, он навсегда в душе и сердце остается. Мы будем вспоминать вас вновь и вновь, хоть в первый класс, конечно, не вернемся. Буквально вернуться в прошлое, конечно же, невозможно, но сохранить светлые, дорогие воспоминания о школьных годах сможет каждый. Анна Балиет, Александра Гранич, Игорь Поляков, Максим Сыровегин, телерадиокомпания «Щелково».